События этого криминального фильма разворачиваются на территории Европы, где ждут многочисленные преступные группировки, до которых не в силах добраться даже служители закона. Нередко эти люди устраивают на улицах города самые настоящие криминальные разборки, в которых на ком поставлены крупные деньги и власть Изабелла, сержант полиции, который придумал отличный план, как можно собрать всех преступников в одном месте и арестовать. Однако начальник оказался против таких действий и приказал ей забыть про это, но девушка не собиралась выпускать такой шанс и сантоятельно организовала операцию. Ей удалось добиться желаемого и собрать всех преступников в одном месте, вот только один из них смог ее опознать. Девушке пришлось спасаться с объектством и выжить ее удалось только благодаря группе захвата, привившей на место. Поскольку она нарушила прямой приказ начальству, ее попросили написать заявление на увольнение. Так она потеряла любимую работу, но вскоре к ней обратились спецслужбы, которые предложили работу под прикрытием стриптизерши на пилоне. Она должна пройти специальную подготовку и внедриться в банду международного синдиката. Женщины-мафии – секретный фильм польского кинематографа, который не получил широкой огласки. Это жестокий подход к жанру криминальной драмы. На этот раз тебя будет ждать история вовсе не о брутальных гангстерах, которые обычно оказываются в первых рядах, а группировки – женщины. Еще совсем недавно у них была совершенно иная судьба, и они даже не догадывались о существовании друг друга. Но теперь они будут представлять серьезную угрозу для любого, кто осмелится встать в них на пути. В фильме были неожиданные повороты, много предательств и ударов в спину, а также некоторое насилие и нагота, что оправдало рейтинг фильма категории R. Хорошая криминальная драма. Пять очаровательных дам, обладающих весьма неоднозначной репутацией, привлекают внимание спецслужб, общественности и главарей мафии. Каждая из красоток обладает собственным секретом и способна отформить любому парню из мира преступной паутины. Единую нить сплетаются истории женщин тем или иным образом причастны к делам преступных группировок. Интересное кино. К присущим юморам чернушни некуда, один из злодей пилит ногу другому злодею и так далее. Колоритные персонажи недостаточно раскрыты из-за ограничений экранного времени. Так что не во всех эпизодах понятно, что кем движет. В этом недостаток фильма. Сделанный с прицелом на вторую серию, создатели фильма замахнулись на слишком большое количество сюжетных хитросплетений. И оттого некоторые эпизоды кажутся нелогичными без раскрытия сюжета. Это однозначно фильм на любителя, который я бы не посоветовал к просмотру. Никому, кроме любителей жанра. Даже не пытайся, только зря потратишь время. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал. Твоя поддержка очень нужна. Субтитры создавал DimaTorzok